Друзья, всем привет! Ну что же, наконец-то, как говорится, лёд тронулся, и компания Xiaomi начала рассылку новой версии HyperOS 1.1. Да, она отличается от того, что мы с вами в принципе видели в HyperOS 1.0, и вот как раз сегодня на подопытном аппарате мы с вами и посмотрим, чего же интересного стоит ожидать от обновлений компании Xiaomi. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У нас сегодня подопытным выступает Xiaomi 14, ведь только он и Xiaomi 13T Pro могут себе позволить такую вот интересную установку. Как вы наблюдаете, у нас 1.1.2.0, 15-й Android и прошивка Beta. Да, только тестеры на сегодняшний день могут попробовать себе всю эту историю поставить. Если вы хотите, допустим, там подменой файла всю эту тему провернуть, то, увы, у вас не получится. Опять же, с одной стороны, кто-то говорит, что этот метод уже прикрыли, а кто-то говорит, что просто разработчики закрыли такую возможность в плане подмены прошивки. Если вас интересует список изменений, то он у нас на английском языке, и указано следующее, что нас рады приветствовать в Xiaomi HyperOS Enhanced Experience Beta. И это такое название, которое у меня вызывает некое чувство дежавю, когда у нас была прошивка MIUI 12.5, также Enhanced. То есть это расширенное использование, или же расширенный какой-то опыт взаимодействия в формате бета. И тут у нас указывается, что у нас будут улучшены там всевозможные анимации, ну а также, конечно же, определенные моменты в плане игр. Как бы то не густо, потому что многие, наверное, ожидали от HyperOS 1.1 чего-то такого сверх вау и сверх нового. Но и самого глобального и кардинального, это, конечно же, переход на 15-й Android. Наконец-то компания Xiaomi не стала затягивать всю эту историю, она нам это все быстренько провернула, и дает попробовать Android 15-й уже здесь и сейчас. Ну а что же нас еще с вами может заинтересовать? Наверное, вы уже сразу заметили, что у нас каждый такой подразделчик, он отделен от другого. То есть у нас есть некая такая серая подложка, и есть у нас более такая беловатая. Это у нас отличает разделы между собой. Если вы посмотрите там еще MIUI, посмотрите первую HyperOS, то там как бы у нас все было сплошным слоем. Тут же разработчики, наоборот, нам позволяют видеть, что где, и также в самих разделах у нас будут отделены подразделы. Но это как бы некая такая лирика. Из того, что я еще заметил в этой прошивке, убирают HyperMind. Это такая тема в формате искусственного интеллекта, которая как бы анализировала наше с вами взаимодействие с умным домом, с умными устройствами. И когда вы, допустим, приходили на свой Wi-Fi, оно могло вам активировать там лампу, ночник, я не знаю, там вентилят, румный пылесос, ну и тому подобное. Почему это убрали сейчас, опять же затрудняюсь сказать. Но есть одна такая догадка, потому что это прошивка бета, и уже в стабильной версии нам это все должны вернуть. Мы с вами идем далее. Что вас еще, наверное, может заинтересовать? Конечно же, что же там по уведомлениям из строки состояния? Ведь когда же нам вернут нормальное количество значков в строке состояния? Но, увы, здесь также 1-3 значка, и в принципе-то и все. Я же в свою очередь надеялся, что будет хотя бы 5 значков, ну или же в принципе их неограниченное количество. Но компания Xiaomi так не считает, и они за нас все как бы это дело решают, и собственно с этим мы с вами будем жить далее. Наверное, из самых таких тоже еще больших и запоминающихся моментов HyperOS 1.1, это обновление рабочего стола. У нас в принципе сама версия системной оболочки меняется на 5.39, многие ее пробовали ставить на HyperOS 1.0, но там есть определенные моменты. В плане того, когда вы в хроме выходите жестом назад, может вылетать ошибка, или же в принципе хром будет закрываться. По данному вопросу я немножечко навел справки, и мне сказали, что это проблема просто из-за несовместимости. То есть сама версия 5.39, она больше под HyperOS 1.1. И соответственно на HyperOS 1.0 будут некие такие ошибки. По тому, что нас с вами может в рабочем столе заинтересовать, ну я лично ждал, что допустим нам сюда спойлернут третий вид расположения объектов в недавних. Но увы, чудо не произошло. Ну и у нас остаются лишь только надежды на HyperOS 2.0, которая вот так же по активным очень слухам должна выйти в этом месяце. Опять же, когда именно пока что информации нет, но как говорится ждем и надеемся. И если рассматривать в принципе под призмой рабочий стол, системную оболочку, так же как она еще называется, и HyperOS 1.1, действительно анимации стали лучше. Отрабатывают куда веселее, без подвисаний, фрезов, потупливаний, ну и тому подобного. Я надеюсь, что на многие аппараты разработчики с вами смогут эту всю тему реализовать, ну а там, как говорится, поживем и увидим. Многие еще думали, что у нас будет в этом обновлении появление новых супер обоев. Но опять же, чудо не произошло. Все те же у нас супер обои, что и есть, они и остаются. Еще что вас, наверное, может заинтересовать, это появление, наверное, кучи фишек в той же батарее и безопасности. И вроде бы как безопасность обновляют до версии 10.1.1, я такой себе так же все это обновил. Захожу в эти все разделы, и что вы думаете, никакой разницы с HyperOS 1.0 я не заметил. То есть ничего нового разработчики, вот в частности Xiaomi 14, не дают. И это очень печально. По всем оставшимся разделам я не вижу смысла там лазить, потому что ничего сверхнового разработчики тут нам на поверхности не внедряют. Но если мы с вами скачаем тот же Activity Launcher и займемся небольшим таким пердолингом своего Xiaomi, мы с вами сможем найти интересный раздел, который называется как Headly Device Usage. Ну или же там безопасное использование смартфона, ну или же в принципе отслеживание статистики того, сколько вы взаимодействуете с каждым приложением. То есть это такой некий аналог экранного времени, который когда-то там еще в MIUI был, потом его вырезали, оставили только в китайской прошивке, а в глобалках он получается скрыт в недрах Activity Launcher. И да, кстати, эта фича также является некой такой особенностью HyperOS 1.1, но вот допустим в той же китайской версии характерный раздел присутствует в настройках смартфона. Тут же лишь только таким вот способом в плане Activity Launcher мы это все дело можем провернуть. Опять же, насколько оно реально рабочее и насколько оно, ну, будет реальную информацию показывать, мне пока что сказать сложно, потому как я только недавно эту прошивку поставил, но я попробую, поиспользую, и я напишу свой опыт использования касательно этой функции. Ну и для любителей циферок, конечно же, Geekbench Test. Получается, 5 мая 2024 года, это когда было куплено это устройство. Дальше вы можете заметить 8 октября, то есть у нас проходит определенное количество месяцов, и мы с вами наблюдаем следующую картину, что с переходом на Android 15 по циферкам у нас есть небольшая просадка. Ну, я думаю, что это в рамках такой, ну, допустимости, то есть не сказать, что это прям катастрофа какая-то, и ваше устройство работать не будет. Как для первой бета-прошивки, я считаю, что это очень даже, потому что в будущем разработчики, соответственно, будут улучшать и оптимизировать всю эту историю. Что же, друзья, вот такой получился обзор у нас на HyperOS 1.1. Да, я лично ожидал чего-то поболее, и в плане появления фишек каких-то. Ну, и как бы то, спасибо за 15-й Android, спасибо за перерисованные, там, допустим, разделы в тех же настройках, спасибо за скрытый раздел Hasley Usage Device, ну и тому подобное. Как бы то, опять же, я вот сужу по тому, что хотят пользователи. Пользователи хотят действительно чего-то нового. Но выпускать, как бы, опять же, очередную заплатку тому, что можно было бы изначально сделать нормальным, как бы к этому есть определенные вопросы. Что же вот будет по HyperOS 2.0, честно, даже затрудняюсь ответить. Насколько она будет стабильной, если такое выражение значения можно тут применять, насколько она будет оптимизированной, ну и насколько, в принципе, она устроит всех пользователей компании Xiaomi. Но об этом всем, я думаю, мы узнаем уже ближе к концу этого месяца. Потому что, чтобы не пропустить все самые свежие, актуальные и горячие новости по Xiaomi, не только, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, это в обязательном порядке, и подписаться на ютуб-канал, если вы этого еще не сделали, и, конечно же, поставить колокольчик. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok